Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня у меня на коррекции работа от другого мастера. Здесь мрамор и с блестками ноготь на безымянном пальце. Покрытие тросло и требует коррекции, чем собственно сейчас и займемся. Снимаю старый материал и корректирую длину. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Печкой придав форму свободному краю, выглаживая точек в роста, немного заужая кончик. Ногтевая лужа у клиентки длинная, вроде бы свободный край оставила небольшой, но в целом ноготь смотрится длинным. Поэтому хочется заузить кончик, чтобы в целом ногти поизящнее смотрелись. Продолжение следует... Обязательно прохожу пилкой по поверхности, убираю глянец натурального ногтя и распушиваю чешуйки. Потом база глубже в них проникнет и сцепление будет сильнее, не будет отслоек. Хочется заузить бока, но тут нужно не перестараться. У данной клиентки сама по себе ногтевая пластина широкая. И в погоне за заужением, если быть неаккуратной, можно и натуральный ноготь спилить. Маникюр пушером отодвигаю кутикулу. Фрезы прочищаю. Работаю с переключением реверса, работаю на скорости где-то 17000 оборотов. Работаю с переключением реверса, работаю на скорости где-то 17000 оборотов. Работаю с переключением реверса, работаю на скорости где-то 17000 оборотов. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вторым слоем базы я выравниваю поверхность есть клиенты которые удивительно хорошо носят абсолютно любое покрытие это одни из таких ручек клиентка выбрала яркий розовый оттенок но он полупрозрачный и если его наносить без подложки то свободный край да и лунка будет просвечиваться поэтому наношу подложку логичнее конечно было бы взять белый цвет не могу объяснить по какой причине но я взяла светло-розовый оставлю в один слой сразу выравниваю цвета кутикулы наношу витражный яркий розовый ногти на которых будут цветы и бабочки покрываем молочным оттенком на одном ногте паутинкой делаю несколько полос убираю с кожи краску и отправляю в лампу на одном ногте будет градиент из фиолетового в розовый и тот и тот оттенки полупрозрачные поэтому смешивается очень легко сначала длинными мазками смешиваю цвета между собой получается третий переходной оттенок и и теперь более мелкими точечными движениями делаю плавный переход второй слой выравниваю кутикулы также смешиваю цвета длинными мазками создаю третий переходной оттенок и теперь частыми точечными движениями делаю плавный переход одного прохода мне недостаточно делаю их столько пока мне не будет устраивать результат розовым рисует цветок сначала рисую серединку и к нему пририсовываю лепестки за границ белой полоски цветок не выходит рисую бабочку ярким розовым выделяю лепестки в основном прорисовываю их по контуру и стягиваю цвет к центру достаточного цветка И на крылья наношу яркий цвет. Фиолетовым затемняю основание. И на крылья наношу яркий цвет. И на крылья наношу яркий цвет. Черным гель-лаком закрашиваю серединку. Распушила кисть и вытягиваю мелкие черные штрихи на лепестки. Маленькие черные точечки ставлю у основания крыльев. Также немного растягиваю цвет. Закрашиваю серединку желто-зеленым. Черной гель-краской тоненько прорисовываю бабочку. На края крыльев наставлю черные пятна. Если нужно, то немножко растушевываю сухой кистью. Я уже перекрыла все ногти топом. И теперь белой гель-краской без липкого слоя прорисовываю цветочек. Порисовываю серединку. Немного наставляю внутри точек. На темных пятнах на крыльях наставляю белые точки. Вот такой яркий летний маникюр получился. Заняло эта работа у меня 3 часа 20 минут. Если вам было со мной интересно, жду от вас лайк. Если вам понравился дизайн, оставляйте цветочек в комментарии. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересных видео и интересных дизайнов. На сегодня у меня все. Берегите себя. Всего доброго и хорошего дня!